Доброе утро! Продолжает вещание. И я с большим удовольствием приветствую всех зрителей. Давайте узнаем погоду на сегодня. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадка. В днём местами кратковременный дождь, гроза. Во второй половине дня в отдельных районах сильный, с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 метров в секунду. Ветер восточный с переходом днём на западный 6-11 метров в секунду. Порывы при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, в горах плюс 8, плюс 13. Днём плюс 26, плюс 31, в горах местами плюс 18, плюс 23 градуса. И высокая пожароопасность. В Черкесске ночью без существенных осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом днём на западный 6-11 метров в секунду. Порывы при грозе 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днём плюс 28, плюс 30 градусов. Уже завтра первый день осени и начало нового учебного года. Каким он будет? О новых федеральных стандартах, как изменится нацпроект образования и о многом другом расскажет гость программы, министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. С ней встретилась Ольга Савенко. До начала нового учебного года остались считанные дни. Кто-то с нетерпением ждёт этого события, кто-то радуется, кто-то волнуется, как, например, первоклассники и их родители. Инна Владимировна, а с каким настроением вы встречаете 1 сентября? 1 сентября мы всегда встречаем с позитивным настроением. Настроение начинается, конечно, с каждого родителя, с каждого педагога. Конечно, наше настроение передаётся детям, поэтому мы себе не можем позволить другого настроения. За время летних каникул шла большая подготовка образовательных организаций к новому учебному году. Где-то проводился капитальный ремонт, где-то текущий ремонт. Обновлялись книжные фонды у нас, обновлялась школьная мебель. Поэтому мы полностью готовы к новому учебному году и мы ждём с нетерпением 1 сентября. Мы понимаем, что эти преобразования во многом произошли благодаря национальному проекту образования. Но мы знаем, что в мои текущие два года Министерство просвещения внесло изменения в этот закон у нас проекта образования. Скажите, как он изменится, что ждёт школы? Мы продолжаем реализацию национального проекта образования. Все образовательные организации нашей республики активно включились в реализацию данного проекта. В рамках национального проекта образования у нас строятся новые школы. Новые школы в сельской местности на 160 мест в Ужжигутинском районе. Аулы Гирильдюк. Школа в следующем году уже будет сдаваться. В селе Учкикен у нас строится школа на 960 мест. У нас создаются центры естественно-научного и цифрового профиля до точки роста. В этом году с учётом открытия 26 новых центров у нас уже появится в регионе 81 такой центр. Всё это способствует развитию и повышению качества школьного образования. По мнению экспертов, ключевым отличием станут критерии оценки учащихся, знаний учащихся. А в чём они заключаются? Наша основная задача – это повышение качества образования в части оценки качества этого образования. Мы участвуем во многих оценочных процедурах, в том числе это и государственная итоговая аттестация, в части единого государственного экзамена, основного государственного экзамена. В наших школах также реализуются всероссийские проверочные работы. Мы участвуем в НИКО, независимая оценка качества образования. И в 2022 году мы также будем участвовать в международных исследованиях наш регион, тоже по оценке качества образования. Вот уже с 2021 года, с сентября 2021 года, в нашем регионе будут нововведения в части использования всероссийских проверочных работ на уровне среднепрофессиональных организаций. С 15 сентября все колледжи нашего региона будут участвовать в написании всероссийских проверочных работ. То есть на первом курсе у детей будут проверяться остаточные знания, с какими знаниями они сегодня приходят в профессиональные образовательные организации. А также эти знания будут проверяться и у выпускников колледжа. То есть через 2, 3, 4 года с какими знаниями дети выходят, что остается у них после того, как они овладевают профессиональными навыками и компетенциями. С 1 сентября школы будут не только давать новые знания, но и воспитывать. Мы знаем, что в прошлом году был принят закон, который утвердил воспитание как неотъемлемую часть учебного процесса. Скажите, а что будет включать в себя воспитательный аспект? На сегодняшний день воспитательному аспекту уделяется значительное внимание. И мы говорим, что образование это не только обучение, это в первую очередь воспитание. И так записано в законе об образовании как раз у нас. На сегодняшний день разрабатываются примерные программы воспитания. Прошли апробации в школах Карачаева-Черкесской республики. Такие же примерные программы воспитания разрабатываются сегодня на уровне дошкольных образовательных организаций. С 1 сентября нового учебного года образовательные программы по воспитанию будут у нас реализовываться во всех среднепрофессиональных образовательных организациях и высших образовательных организациях. Полностью пересмотрена структура данных программ воспитания. Сегодня она включает и трудовое воспитание, и профориентационное воспитание. В том числе это, конечно, и патриотическое воспитание, и культурно-эстетическое, и экологическое. То, о чем мы с вами говорим достаточно много. Мы много говорим, в том числе и о просвещении молодежи в части антитеррористической защищенности, и террористических угроз. Все эти моменты включают сегодня наши воспитательные программы. Каждая образовательная организация, еще раз подчеркну, имеет свою программу воспитания и четко следует этой программе. С 1 сентября школьников Карачаева и Черкесии ждет еще одна новинка. Все учащиеся начальных классов должны обеспечены быть бесплатным горячим питанием. Скажите, все ли школы Карачаева и Черкесии готовы выполнить требования президента Российской Федерации? Да, но я хочу отметить, что бесплатным горячим питанием учащиеся начальные школы с 1 по 4 класс обеспечены у нас были еще с прошлого года. Благодаря федеральной программе, благодаря поддержке регионального бюджета и руководства республики все учащиеся, это порядка 23 тысяч 50 человек, получали бесплатное горячее питание. В прошлом году, когда эта программа начинала реализовываться, были определенные проблемы у нас с некоторыми школами. Но при поддержке Рашида Борисбеевича наши дети этого не ощутили, поскольку за счет регионального бюджета все эти моменты были решены и дети все 100% получали горячее питание. При подготовке к школе родители на покупку констоваров тратят не одну тысячу рублей. Дорогие учебники, скажите, пожалуйста, эта проблема в Карачаево-Черкесии, в школах Карачаево-Черкесии как-то будет решаться? Насколько будут обеспечены сегодня учащиеся школы бесплатными учебниками? Ежегодно мы обновляем фонд учебников, ежегодно. Этот год не стал исключением. У нас с 5 по 9 классы, то есть это основная общая школа, была обеспечена в течение лета, мы приобрели достаточно большую массу учебников. С 1 сентября все ребята получат эти учебники. В 2021-2022 году перед нами стоит задача, чтобы в 10-11 классах также обновить учебный фонд. Спасибо, Инна Владимировна, за ваши ответы. Хорошего начала учебного года и не только начала, но всего учебного года. Спасибо большое, спасибо. В нашей традиционной рубрике «Точка на карте» мы знакомим наших телезрителей с населенными пунктами Карачаева-Черкесии. Куда этим утром направился Карача Берджиев, мы сейчас и узнаем. Ему слово. Станица Красногорска расположилась на обеих берегах реки Кубань в Уджигутинском районе. Ранее она назвалась Верхнениколаевская. Современное название дано по цвету окрестных скал. Красногорска была основана в 1861 году казаками Кубанского казачьего войска. Возникновение станицы непрерывно связано с историей превращения Северного Кавказа в территорию России. Станица Красногорска была основана рядом с военным Верхнениколаевским укреплением, построенным на берегу Кубани в 1832 году. Полуразрушенная башня сохранилась до сих пор. Крепость построена на крутом возвышении правого берега Кубани, рядом с военно-сухумской дорогой. Она являлась сторожевым постом Верхнениколаевского укрепления в годы Кавказской войны. Жилые дома и хозяйственные постройки располагались за пределами крепости. От жилых домов к башне были проложены тайные тропы. Статус памятника архитектуры 18-19 веков Красногорская сторожевая крепость получила в 1974 году. На сегодняшний день она является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Также имеются остатки моста, который был построен для удобного передвижения. Но он был разрушен во времена Великой Отечественной войны. Мост, разумеется, перенесли из того места, где он разрушен. Его спустили немножко ниже. Вот сейчас там современное построение. Местные жители возвращаются сюда же. У нас даже сама школа на 80% из выпускников этой же школы, преподаватели, глава администрации. Даже сейчас вот в дом культуры возвращаются выпускники школы, жители станицы работают. Вот обновлены дороги. Дорога у нас современного типа. Дом культуры. Но в связи с тем, что у нас многонациональная станица, а не казачья, как было и времена, сейчас у нас новый храм построен. Это христианское плано. И также равноправно восстановлена мечеть. В 1920 году население станицы составляло 1478 человек. Сегодня в Красногорской проживает около 3600 человек. В основном люди занимаются животноводством и земледелием. Неподалеку от центра Красногорской, чуть выше по течению реки Кубань, ведется строительство ГЭС. В станице имеется детский сад. Ребятишки охотно посещают дошкольные учреждения, отметила директор школы станицы Красногорской Надежда Бородухина. Мы сейчас стоим с вами рядом с современным зданием школы. А прежде это была школа, состоящая из трех корпусов. Один из них здесь для начальной школы, вот на углу, как раз по дороге в больницу. Другой основной корпус, большая школа была во дворе. Рядом с ней как раз поставлен новый корпус. Это все, что преобразуется. Раньше была староприходская школа. Постепенно менялись корпуса. После 1986 году была построена новая, на то время школа. Сейчас же учебное заведение обновляется, делаются ремонты. Также открыт центр гуманитарно-цифрового профиля «Точка роста». Преобразования также коснулись и Дома культуры. Раньше здесь был кинотеатр. Реставрировали и памятники воинам, землякам, не вернувшимся с войны, рассказала Надежда Бородухина. У нас еще была приемная поликлиника небольшая, а сейчас это современное двухэтажное здание со стационаром, с поликлиникой. Благодаря стараниям и программам она обновлена, отремонтирована. Так что все условия, если раньше к врачам нужно было обращаться в Толпашинку, сейчас все есть свое. Замечательная природа и необыкновенные горы, к примеру, Джангур высотой 1560 метров. На правом берегу горы ближе поступают к реке. В окрестностях станицы находится и популярный красногорский нарзан, который пользуется популярностью не только у жителей республики, но и у туристов. Никто не проезжает мимо этого лечебного источника. Каждая точка на карте красива по-своему, и многие стремятся сюда, в край снежных вершин. Арча Биджиев, Роберт Джугутанов, Вести Карачаева, Черкесия. 27 августа отмечался Международный день бокса. И в нашей республике этот вид спорта пользуется заслуженным успехом. Наш сегодняшний гость не просто именитый спортсмен, заслуженный мастер спорта. Он еще и бронзовый призер Олимпийских игр по боксу. В эти минуты в нашей студии знаменитый боксер Мурат Храчев расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о развитии боксов Карачаева-Черкесии. Проанализирует выступления перспективных спортсменов и порассуждает о том, как поднять интерес к этому зрелищному виду спорта и куда уходить чемпионом после завершения спортивной карьеры. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Я просто безмерно рада видеть тебя сегодня у нас в гостях, потому что к нам ты почему-то приходишь редко. Это наше упущение. Исправлюсь. Вот совершенно недавно все мы были свидетелями Олимпийских игр в Токио, болели за нашу сборную. И вот эта победа кавказского боксера, молодого боксера Альберта Батаргазиева, она просто была фееричной для нас, для всех радостной. Я представляю, какие у тебя были эмоции. Да, действительно, он очень нас порадовал, потому что, во-первых, для нас отрадно... Ну, вообще мы радовались бы любой медали золотой олимпийской, касаемо бокса именно. Да, конечно же, бокс из всех видов спорта для меня ближе. Вот. Непосредственно парень корнями из Кавказа. Вот. Тем более он нагаец по национальности. Ну, он из дагестанских нагаецов. Ну, тем не менее, нагаецы проживают у нас в республике, наши братья, которые порадовались за своего сына, за сына своего народа. И, соответственно, для нас это наш брат, за которого мы точно так же обрадовались. Ну, вот из нашей республики олимпийским чемпионом становилось всего пара человек, да? Единственный олимпийский чемпион у нас это Дмитрий Василенко. Дмитрий Василенко, да, он и в командном. Да, да. А у тебя была бронза в Афинах. Все верно. Но, тем не менее, вот как ты считаешь, почему у нас нет олимпийских чемпионов? Нашей республики, в Карачаево, Черкесии, где так много талантливых спортсменов. Ну, знаете, знаешь, Белл, скажу, что как раз вот в этом звене, в этой цепочке, давайте так скажем так, в цепочке спортивных функционеров есть несколько звеньев. Одно из звенов, это Министерство спорта, например, органы исполнительной власти. Есть непосредственно тренера, спортсмены и так далее. И есть орган, который содействует развитию данного вида спорта в регионе. Это федерации, профильные федерации. Вот пробел на сегодняшний день заключается именно в них. Это общественные организации, это не государственные организации. Это общественные организации, у которых есть достаточно широкие полномочия. Формировать сборную команду, дальше проводить соревнования. Точно так же формировать состав спортсменов, которые выезжают на соревнования. Здесь определять тех спортсменов, которые будут участвовать на местах, в турнирах и так далее. То есть это очень важный орган, который, к сожалению, сегодня у нас полноценно не работает. И как раз именно работу по продвижению спортсменов, чтобы они попадали в сборную, продвигать их, договариваться, опекать их, чтобы, например, в тех видах спорта, где есть возможность судьям помешать или повлиять на решение, чтобы решение было необъективным. Вот как раз таки федерация должна вот эти все дыры, так скажем, закрывать. Министерство спорта, например, физически не в состоянии это делать, потому что это не их полномочия. И вот на сегодняшний день в регионе у нас провал именно здесь. Федерации наследуются от одного предпринимателя к другому. У нас сформировался стереотип, что федерацию необходимо возглавлять именно какой-то состоятельный человек, для которого это просто как какая-то, ну, как не то чтобы игрушка, но просто как что-то, какой-то предмет для того, чтобы он этим гордился, например. И ему это, чтобы его это тешило, его самолюбие. Самолюбие, да. То есть вот такое, к сожалению, у нас подход к федерациям. Ну, это с 90-х у нас сформировался такой. И сейчас их продают, эти федерации, один другому продает. Говорит, если не хочешь, пакет документов готов, давай переоформим на тебя и так далее. То есть там вот такое вот происходит. Такая целая система, которую не так легко сломать. Конечно, конечно, на самом деле. Вот. У федерации есть устав, есть порядок, как, например, формирование. Ты сейчас говоришь про федерацию букса. Про все федерации. Вообще про все федерации. К сожалению, пробел у нас во многих федерациях, в большинстве федераций. А федерация это такой орган, который обязан проводить работу ежедневно и кропотливую работу по развитию данного вида спорта. Профильная федерация. Вот. Соответственно, необходимо, чтобы возглавлял федерацию и в правлении федерации работали люди, которые понимают, что это за вид спорта. Специалисты. Представляете, если бы у нас в медицине были бы не специалисты или в образовании были бы не специалисты. Конечно, конечно. Да, это вот на самом деле это большой пробел, который... Ты видишь причину в этом. Да, да, однозначно. Есть много других тоже причин, небольших, так скажем. Но основная проблема в этом находится. Мурат, 27 августа, это Международный день бокса. У кого как не у тебя спросить про состояние бокса в Карачаево-Черкесии. В каком оно состоянии сейчас? Я бы назвал сегодня положение республиканского бокса на стадии, ну, можно его назвать выхода из спада. Вот так можно сказать. Потому что была определенная такая пауза была затяжная. Ты говоришь про республику или про Черкесск? Про республику. Про республику, да. Вот. В принципе, Черкесск сюда тоже включается, потому что в целом примерно положение, ну, одинаковое было. Все-таки для нас несколько показателей являются критерием для определения, в каком положении у нас находится наш вид спорта. Ну, а именно, например, количество людей, занимающихся, в первую очередь, конечно, это важно, чтобы была массовость в виде спорта. Ну и, соответственно, победы, которые наши спортсмены нам приносят. Вот. Выполнение разрядов, например, какие-то звания они зарабатывают, кандидат мастера спорта, мастер спорта. Вот. Вот эти критерии очень, ну, достаточно нетрудно определить, в каком положении находится наш вид спорта. И вот некоторое время у нас было такое, ну, небольшое затишье было в боксе. Вот. И сейчас у нас пошел такой, я же говорю, выход из кризиса потихонечку. Ну, вот, например, в этом году у нас по юношам, по так называемым младшим юношам, возраст 13-14 лет, два спортсмена из республики, они стали бронзовыми призерами первенства России. Вот. Потом по юниорам 17-18 лет один спортсмен из Карачао-Черкесии вышел в финал, занял второе место, тем самым выполнил норматив мастера спорта России. То есть медали на первенстве страны, это вот, в принципе, неплохой результат. То есть попадание наших ребят в сборную, вот это, на самом деле, очень необходимо. Мурат, ну, вот я, конечно, не профессионал в этом вопросе, совершенный профан. Ну, я думаю, что перспективный спортсмен, талантливый спортсмен, ну, он не всегда завоевывает медали. Как их распознать, как им помочь, как их обточить, как их научить? Сюда, здесь, конечно же, необходима работа тренерского штаба, она необходима, чтобы была именно запланированная. А есть у нас талантливые ребята? Есть? Конечно, конечно. Вы знаете, мы ведь, давайте просто скажу бы, ну что, мы не из таких костей, не из такого мяса сделаны, что и там соседних республик или из других соседних регионов. А ведь, что, на Олимпиаду... Вот ты пример, например. На Олимпиаду, например, в этом году у нас, ну, получилось, что представители всех республик кавказских поехали, а от КЧР не было. Да, о том и речь. Да, мы же такие же люди, такое мясо же, такие кости, такое же мышление, такое стремление, такая решительность, такая же храбрость, такая же целеустремленность. Все то же самое. Все то же самое. Просто все-таки работа тренерского штаба должна быть... И вот то, что ты сказал выше. Федерация, сто процентов, да, да. Вот. Да, всегда есть изъяны в любой работе, и у органов исполнительной власти, конечно же, есть над чем работать. Но в защиту, так скажем, да, ну, в правды, в защиту правды, я констатация правды просто. Констатация фактов, что, ну, тратятся средства, достаточно немаленькие сегодня на спорт. Да, их не хватает, но они тратятся. Создаются спортивные сооружения, плоскостные сооружения. Создаются факоты, так называемые, то есть физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Также создаются физкультурно-оздоровительные комплексы в аулах, в районах. То есть в этом направлении постоянно ведется работа. Вот. В городе Черкесске вот буквально на днях открылось пять спортивных многофункциональных площадок. Ну, то есть условия, что может со своей стороны власть сделать? Создать условия, заплатить зарплату тренеру. Но тренировать вместо него власть не может. Не сможет, да? Не сможет, да. Власть что не сможет сделать? Вместо работы федерации, то есть окунуться в детали, в судейские закулисные интриги, в выявление талантов и определить, на кого нужно делать акцент. На этого спортсмена или на этого спортсмена. Нужно ли его больше интереса представлять на внешнем контуре, то есть за пределами региона? Кого нужно, чьи интересы больше нужно представлять? Ну, это их работа. Власть не может делать за других их работу. Эту работу она не может делать, понятно. С высоты своего опыта ты можешь распознать, вот этот мальчик, вот этот боксер или девочка пусть сделает? Ну, как сказать? Смотрите, я что могу точно определить, например? Вот если я увидел спортсмена во время боя, например, во время его выступлений на соревнованиях. Ну, вот какой-то анализ выступлений. Да. То есть я просматриваю, например, определяю парня. Я, в первую очередь, конечно же, определяю его технико-тактическую подготовленность. То есть что это значит? Насколько он ведет бой тактически правильно. То есть не просто он бросается, например, в атаку без всякой мысли, без подготовки, без каких-то ложных и обманных движений. То есть это все, чему и учит школа бокса, да? То есть не просто бежать и махать кулаками. То есть это же все-таки единоборство. Единоборство, как правило, это всегда дуэль. Это всегда борьба тактик, хитрости, приемов и так далее. Вот. То есть я определяю, в первую очередь, насколько спортсмен обучен этим навыкам и насколько он ими пользуется. Потом сама его техническая подготовка. То есть насколько спортсмен, например, правильно наносит удары или делает защитные действия, передвигается по рингу. Вот. Вот я смотрю на эти. Вот. Ну и, конечно же, есть такой фактор, который, как сказать, при... даже иногда, да, бывает зачастую отсутствие первого и второго, но наличие третьего, этого фактора, первого и второго, я имею в виду технико-тактическая подготовка и так далее, это все-таки его характер, его стремление, его сердце, его решительность этого спортсмена. А вот это, ну вот буквы за одну секунду и не увидишь. Не поймешь. Да, тут посмотреть один бой, как он провел. Ага, хорошо, в полуфинале он выступил нормально, хорошо. А вот, допустим, в финале он встретился. Оппонент ему, например, серьезное сопротивление оказывает. Когда он сталкивается с сопротивлением или с прессингом, как он выдерживает это напряжение, ну, не дрогнет ли. Вот. Вот этот момент, когда мы видим, конечно же, например, на одном соревновании, на тренировках, вот в боевой практике, вот так я могу увидеть, так скажем, определить, да, что у мальчика есть потенциал. Мурат, я хочу спросить касательно вот лично тебя. Друзья, ты в нашей республике единственный олимпийский призер по боксу. Но у нас много было талантливых ребят, которые тоже завоевывали медали различного уровня. Но если вот так задать вопрос, куда после завершения карьеры уйти, допустим, олимпийскому призеру в нашей республике? Я, знаете, вот, как говорится, поделюсь наблюдением. Вот. Я не сразу к этому мнению пришел. На сегодняшний день мое мнение, оно такое. Основываясь как раз-таки вот на опыт, на то, с чем я столкнулся после завершения карьеры, с какими вызовами, так скажем, жизненными, через которые пришлось пройти. Вот. Я призываю спортсменов после того, как он решил завершить свою карьеру, ему работать в сфере физической культуры и спорта. Я рекомендую, потому что тогда он увидит другую составляющую спорта, которую порой, будучи спортсменом, он ее не увидит и не замечает. Не видел эту сторону. Эту сторону он не видит, да. Он видит тренера и он видит зал. Да, когда спортсмен попадает, например, в сборную России и так далее, где был я, тогда мы немножко соприкасаемся именно с той организационной работой, которая ведется. То есть сопроводительная работа ведется по составлению списков, например, определения экипировки, составления планов, составления смет и много другой сопутствующей работы, которую большая команда людей, получается, обслуживает наш вот этот вот тренировочный и соревновательный процесс. И там необходимы именно спортивные функционеры, потому что это уже государственное учреждение. Соответственно, учреждение, оно, поскольку интегрировано в государственную машину, в систему государственной работы, соответственно, необходимо понимать, как эти учреждения работают в рамках работы государства. Это не что-то заоблачное, вполне осязаемая, понятная процедура. Работа. Работа, да, с которой человек на практике и на опыте потихонечку... Сталкивается. Сталкивается и набирается опыта, и в итоге он разбирается. Мурат, я, конечно, хочу закончить нашу беседу, все-таки на позитивной ноте. Ты видишь перспективу развития бокса в Карачао-Ческесе? И не только бокса, и других видов спорта 100% вижу. Касаемо о боксе, если мы будем говорить, то, конечно же, 100% вижу, что никаких сроков давать на сегодняшний день. Да, это невозможно. Да, прогнозы очень дело неблагодарны, но то, что позитивное сегодня, что у нас есть? У нас есть массовость, у нас есть много секций, у нас есть бюджет, который выделяется на развитие вида спорта, поэтому 100% на сегодняшний день... Главное, талантливые дети. Да, талантливые дети есть, селекционный необходим сейчас подход, то есть выявить эти таланты и в приоритете держать их, так скажем, да, то есть приоритет командирования их. Проведение соревнований, где они могли бы участвовать, отстаивать их интересы уже за пределами региона на соревнованиях, чтобы они на предварительных этапах, чтобы нигде их не посыпали, так скажем, чтобы они дошли до того уровня на соревнованиях, который действительно их уровень, там полуфинал, финал, например, попадание в сборную и так далее. То есть вот при такой работе мы должны плеяду увидеть спортсменов и боксеров из нашего региона, которые будут в сборной России. Дай Бог, чтобы так и было. Мне остается поблагодарить тебя и, конечно, пожелать тебе удачи в работе. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Спасибо, и мне тоже. Спасибо. Я рада была встретиться с вами нашими телезрителями. Желаю вам только добрых вестей и положительных эмоций. А в 14.30 вместе с Аллой Динаевой вести. Хорошего вам дня. До завтра на канале Россия-1.